Добрый день, участники фестиваля Golden Times. Меня зовут Марина Унил-Спенсер, я член жюри фестиваля. И вот по результатам последнего фестиваля, последнего вашего конкурса я бы хотела немножко пробежаться в темпе вальса, скажем так. Значит, номер один, Елизавета Ларченко. Для меня показалась очень простой хореография, то есть немножко посложнее, надо элементов добавить каких-то более таких интересных и сложных, физических. То есть где-то трюки добавить, где-то какие-то интересные моменты, драматические. Можно обыграть с каким-то, например, предметом, что-то, да. Поэтому я поставила такую оценку, семерочку. Кейт Лапонова, два номера она показала, арабские танцы и в стиле кавказском арабский танец. Кавказский мне очень понравился, потому что необычайно прозвучал, ну, не очень неповторяемо, скажем так. Первый раз я увидела такой вот такой вариант, очень интересно. Поэтому я поставила повыше оценку так, в принципе, всё неплохо. Но вы знаете, что вот в арабской хореографии я в своё время судила в Тунисе фестиваль только вот арабских танцев. Там должно быть, наоборот, все положения завёрнутые, не выворотные, как у нас в классическом, академическом или там неоклассическом танце, да. А все положения, чем более завёрнутые ножки, да, допустим, тем лучше, чем более пышнее форма, скажем так, танцовщицы, то тем лучше. То есть всё должно быть так мягко, женственно, не утрировано. То есть обратите на это внимание, пожалуйста. Дальше, номер четыре. Данц-стюдио Спарк, Искра. Для вас была площадка маленькая. Конечно, хотелось бы побольше площадку для вас маленькая была. Ну, тут уже не до выбора, где, я так понимаю, выступали, там и выступали, там и сняли. Но мне показалось, что интереснее бы номер смотрелся на более широкой площади. Вот. И очень напомню вам мне хореографию Бориса Эйфмана, но только у ваших девочек в этом коллективе не хватает данных физических. То есть я бы развивала, например, растяжку, гибкость, более обратила внимание, то есть может быть раз в неделю заняться именно вот подходом к таким вот развитию данных танцовщиц. Можно даже какими-то элементами художественной гимнастики заняться, пилаты с балетами по методу Стрельниковой. Очень полезно, чтобы развивать вот именно данные, знаете. Потому что сейчас уже время пришло такое, что хочется шоу какого-то, скажем так. То есть хочется чего-то показать необычного, показать, показаться. Вот. И мы, как члены жюри, мы видим многое. И когда видишь уровень немножко послабее, хочется более вкусного. Вот. А хореография неплохая была, скажем так. Вот. Аксенова Татьяна, она тоже показалась в рабских танцах. И мне вот здесь немножко не понравилась диагональ. Когда вращение делаете с фабрикой, с предметом, угол чётче, угол диагонали по вращению чётче. То есть вот угол должен быть немножко поострее. Он у вас... Да. Ну, это мои такие... Моё мнение, может быть. Дальше. Аладдин группа. Очень хорошие данные у девочек. Отметила вашу группу. Неплохая оценка. Группа из Беларуси. Ансамбль из Беларуси. Прекрасного номера по десятке. На первое место идёте. И Хомячонок Мария Цирк 10 тоже поставила очень хорошо. Образцовая студия Арена Шикарчук. Растягиваться на арабеске. Обратите внимание. Поднимать ножку повыше в арабеске. Аксенова Татьяна. Очень жаль, что нет видео. Потому что и сзади вы не ходите, не двигаетесь. Не видно фабрика какая-то. Мода. Что сзади, какая ткань, как она живёт. Было бы интереснее не фото посмотреть, а видео. Но тоже я поставила десятку. И на Гран-при у меня потянул Кукольный театр. Прекрасная постановка. Вообще великолепная. Просто продолжайте в том же духе. Можно снимать мультфильмы. И даже, мне кажется, у вас очень пойдёт. Как бизнес это дело. Поздравляю всех участников. Спасибо огромное вам за ваши работы. За ваши посланные видео. Очень рада была посмотреть. Неплохой уровень в этот раз. И ждём вас на наших фестивалях. Спасибо большое.